Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Цветовод. Сегодня погуляем, посмотрим, что тут есть в супермаркете Сильпо. Вот то, что я вижу. Орхидея. Вот такой пятнистик. Ну, это все те, которые были еще до Нового года тут стояли в завозе. Цена на две ветки 449 гривен фаленопсис, на одну 349. Дорого, конечно. Очень дорого. Вот это что-то типа мелодии. Красивая. Ну, тоже. Она уже начинает вянуть, и она очень пересушенная. Потом ее отправят просто в мусор. Так. И все. Вот такая пятнистенькая орхидейка. Почему же они их не уценяют, да? Вот как уценочка была бы классная. Корневая хорошая. Просто полить надо. Цветочки убрать вот эти засушенные. Ну, еще не уценяют. И вот еще одна пятнистая. Они все немножко разные. Вот это вот такая серединка прям темная. Это мне, наверное, больше всех нравится. И у нее цветочек покрупнее остальных. Что с корнями? А, ну, а тут вот, видите, а тут залили. А тут каша с корнями. Конечно, страшно такую брать, потом выхаживать, реанимировать. Оно того не стоит. Так, сейчас. Вот еще одну дотянулась. Вот такая в серединке пятнистая с беленьким. Губа коричневатая. По-своему интересная. Но цветоносик из точки роста. Полинопсисы растения моноподиальные. То есть имеют только одну точку роста. И поэтому, если у орхидеи цветоносик из точки роста, то она больше листовую массу наращивать не будет. Может свести, давать деток, но не растить листья. Ну, я такие стараюсь не брать. Разве что, если мне хочется развести деток. Вот такая вот интересная. У нее даже сипали интересные кропчатые. Но тоже она уже цветает. Они ее не хотят оценивать. Много беленьких. И сейчас еще подойду с другой стороны. Вот такая темненькая, сиреневая. Яркая, красивая, по-своему интересная. Беглип. Ну, он тоже тут стоит с нового года. Сделали бы их минус 50, тут бы люди быстренько разгребли. А так дорого. Перед Новым годом еще нагнали цену. Ну, как обычно. Вот это что-то наподобие, как мы уже видели. Алмазное небо. Тоже святашечка. Ну, красивая, яркая. Ну, корешки такие. Под сомнением, под вопросом. Вот эта еще неплохая. То, что мне нравилось. Беглип. Тоже такой интересный радужный беглип. Но он сильно пересушен. И есть милые корешочки. Шейка нормальная, чистая. Уценили, можно было бы подумать. Ну, беленькие вам не показываю. Обычные. Вот еще вот такая, сиреневая. И есть лимонная. Но она даже такого мятного цвета. Если я не ошибаюсь, то сорт Яра. Ну, возможно, не она. Ну, крупноцветковая. Или Грин Дракон еще называют. Так, стоит тут Форби Амиля. Она уже цвела. 149 гривен. Цвела такими розовыми цветочками. Кофе. А кофе интересно со скидкой. Ну, тоже кофе уже подгулявший. Совершенно не свежий. Цены не вижу. Из приличных растений вот такой Кротон Кодио. Но кто-то его ест, наверное, друзья. Почему на листьях вот такие точечки? Ну, этот прям красивый такой, черный. С такими красновато-оранжевыми прожилками. Другие вот как-то попроще тут стоят. Не такие интересные. Вот этот еще интересный. Ну, этот прям самый-самый из них интересный. Крутой. Так, Каланхоя цветает. Каланхоя. Вот этой праздничной упаковки аж 239 гривен. Написано, что 8 недель цветет. Гарантия. Ну, уже, видимо, много недель прошло. Так, Замиапулькас 289 гривен. Вот такой. Так, Вриезия. Вриезия не вижу цены. Но она минус 50. Она отцвела. Но она может давать детку. Тут вроде деточка уже растет. Вот. Так, деточка разворачивается. Уриезия очень красивые листья. Посмотрите. Листья такие, как зебры. Сейчас вот другую еще посмотрим. Листья прикольные. Очень прикольные. И мне нравится, как они цветут. Вот такими стрелками. Стрелки ярко-красные, ярко-оранжевые бывают. Интересно найти на нее цену. Сейчас походим. Может, с другой стороны? Вот не вижу на нее цену. Кактусы по 199. Ну, и вот такие суккуленты. Тоже они поломанные. Обидно. Зачуханные. Вот этот тоже кактус. Но он как-то развалился во все стороны. Вот опунция. Еще ничего такая интересная. Варигатная. Драцена лимон-лайм. 149 гривен. Драценки мне тоже нравятся. Они такие яркие. Ну, а она ж вытянется и будет на длинной палке. И куда ее потом ставить? Вот опять стоят в риезе, а цены на них не нужно. Еще вот такая драцена. Чуть-чуть другого сорта. У нее вот по тону разные листья, разная варигатность. Но с ценами сегодня беда. И все, стоят эти антуриумы. Так ждут, что их кто-то заберет. Ну, они уж очень бедненькие, неприглядные. Так, друзья. Ну, еще есть маленькие вот такие суккуленты. По 99 гривен. Драцена компакта. Маленькая. Пышная. Фиалочка минус 50%. Написано махровая. Но я очень сомневаюсь, что махровая. Тут их не было. Стендапсус. Мы его тоже видим каждый раз. Пепперомия варигатная. Так. Стендапсус 199. Кипарисовик 169 гривен. Зеленый. Даже стоит так долго. И вот такая маленькая Сенсивиерия. В принципе, все, друзья. Такой бедненький сегодня выбор. Надеюсь, скоро будет завоз. И я обязательно на него приду и сниму вам. Всем пока.